В Беларуси и Сербии намерены выстраивать и поддерживать двусторонние отношения. Об этом сегодня шла речь во время встречи главы белорусского государства и председателя правительства Сербии. Анастасия Иванникова подробнее. Диалог в политике и экономике. Продуктивные встречи и двусторонние документы. А еще поддержка дружбы на самом высоком уровне. Вот уже второй день белорусская тема нисходит с первых полос сербских газет. Кадры из Тенеога и в телевизионном эфире балканской страны. Под главу сербского правительства встречает белорусский премьер. А это уже письменное подтверждение устных договоренностей. Обширной и географией визита делегация посетила Минский автомобильный завод. Кстати, техника с пометкой Made in Belarus занимает больше половины сербского рынка. Да и по дорогам Белграда белорусский транспорт колесит с десяток лет. Не так давно в нашей стране с первым официальным визитом была глава парламента Сербии. Теперь глава правительства. Тесные торгово-экономические контакты Белоруссии и Сербии установлены были еще в 2009. Тогда две страны подписали соглашение о свободной торговле. За семь лет товарооборот вырос практически в пять раз. В 2015 он составлял более 250 миллионов долларов. Правда, в прошлом году объем торговли упал. И эту ситуацию надо исправлять. Нам надо отношения выстраивать, поддерживать. Хотя в последнее время у нас товарооборот немного снизился. А это основа любых отношений, это фундамент любых отношений. И я думаю, что, господин премьер-министр, после визита вашего в Беларусь мы все-таки найдем те болевые точки, которые надо устранить. И мы найдем те пути, которые приведут нас к восстановлению, хотя бы восстановлению нашего товарооборота. А он был очень высоким. Все-таки за 250, по-моему, миллионов долларов мы когда-то имели товарооборот. Это очень прилично для наших республик. И то, что мы сегодня имеем падение, мы всячески должны предпринять максимум усилий для того, чтобы хотя бы достичь того уровня, который у нас был. Я еще раз подчеркиваю, мы к этому готовы. Мы готовы сделать для вас все, что мы можем сделать. Запрещенных тем для сотрудничества нет. Даже в самые трудные времена мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать. Поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь. И вы должны знать, что все, что мы можем, я повторяю, мы всегда для нашей Сербии сделаем. Александр Вучич – сербский политик. Уже третий год – председатель правительства Балканской страны. До этого не один год был депутатом, занимал должность министра обороны Сербии. В Беларуси Александр Вучич не первый день прилетел накануне. А вот нашу страну посещает впервые. Конечно, нам надо сделать все и увеличить наше сотрудничество по политических, по экономических вопросах. Наши отношения всегда были очень хорошие, но нам надо увеличить, как вы уже сказали, товарооборот. Беларусь – это дружественная страна. Не только республики Сербии, но и народу Сербии. Сербия – ключевой партнер Беларуси до Балканах. Диалог между двумя странами налажен на высоком политическом уровне. За все время в Балканской стране глава белорусского государства был четыре раза. Даже когда в 99-м небо Сербии штурмовали самолеты НАТО, Александр Лукашенко прилетал в Белград, чтобы выразить поддержку жителям республики. Не единожды в Синеоку приезжал сербский лидер, именно Томислав Николич. Первым из лидеров других стран приедет в Беларусь после прошедшей в нашей стране президентской кампании. Да, впрочем, и в 2013-м после победы на выборах в Сербии именно Беларусь, сербский лидер посетит первую вот такая двусторонняя дружба. Беларусь и Сербия уже не раз подчеркивали – товарооборот в 250 миллионов долларов – не предел. Ставка на полмиллиарда. Диалог налажен в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве. Инвестиционных проектов не счесть. Минск.Мир сегодня в тройке самых масштабных строек страны. Реализовать проект планируют к 2027 году. В названии своей шифры официальный Минск готов к мировому диалогу. А это уже минский маяк. Капсулу заложил лично сербский президент. Кстати, аналог минского маяка реализуется и в Сербии. А еще подобные проекты должны покорить Москву, Багдад и даже Кубинскую Гавану. Теперь вновь новая страница инвестиционного сотрудничества. Сегодня в Минске открыли один из крупнейших торговых комплексов. Это часть сербского инвестпроекта «Маяк Минска». В новом торговом центре будут представлены как белорусские, так и мировые бренды. Некоторые, кстати, придут к нам впервые. Кроме того, комплекс создаст и новые рабочие места. По прогнозам, до конца года трудиться здесь будет 5000 человек. И сегодня же председатель сербского правительства посетил Минский храм в честь всех святых. Уникальный памятник архитектуры и одновременно один из центров православия. Здесь сербским друзьям подарок – икона, которая будет укражать храм святого Саввы в Белграде. Для вашего собора самое священное, или как вы решите, для вашей страны. Взаимовыгода и взаимодополняемость – главные принципы, на которых строятся отношения с Сербией и Белоруссией. Может быть, именно поэтому с каждым годом и дружба, и сотрудничество двух стран лишь набирают обороты. Анастасия Иванникова, Татьяна Ревизори, Валерия Науменко, Сергей Капустин, Андрей Новгородцев и Антон Филанович. Телекомпания СТВ.